Наступила осень, и с ее приходом меня одолели вот эти три всадника апокалипсиса – лень, хандра и творческий застой, из-за чего я решила немного повременить с мрачными и печальными историями, скандалами и судами, и вернуться к одной из моих самых любимых тем – к музыке. Всем привет, вы на канале Брауни, и сегодня мы снова поговорим об источниках музыкального вдохновения, о сэмплах и отсылках, а также, как и в прошлый раз, в конце видео сыграем в «Угадай мелодию». Перед началом ролика я, как обычно, хочу поблагодарить своих самых щедрых спонсоров, а также призвать вас поддержать мой канал подпиской, лайком и комментарием, так как это очень важно для меня. Ссылки на телеграм-канал и на мой бусте можно найти в описании под видео. Ну а теперь поехали! Начнем, пожалуй, с чего-то свежего, например, с последнего релиза от NCT. SM Entertainment не хотят оставлять тренд на сэмплирование классики, поэтому в альбоме Golden Age можно услышать сразу два примера. О первом NCT рассказали сами, выпустив вот это видео. Помимо заглавного трека Golden Age, в треке «That's Not Fair» присутствует достаточно внушительная интерполяция произведения Баха. Буквально на днях состоялся дебют группы El Zap, которая была сформирована на проекте Mnet Quindom Puzzle. И было довольно неожиданно услышать во время рэп-партии в их дебютной песне такую знакомую мелодию. Этот сэмпл взят из произведения «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь» русского композитора Александра Порфирьевича Бородина. В свежем треке от королев лета Brave Girls, которые теперь называются просто BB Girls, присутствует интерполяция песни «Give it to me baby» американского певца Рика Джеймса. Сандара Пак, участница группы 21, также выпустила летний сольный релиз за главной песней «Фестивал». В ее основу легла песня 1999 года с таким же названием, которую исполняла легендарная корейская певица Ом Чон Хва. Она, кстати, и в клипе появилась. Несмотря на все судебные тяжбы, группа 50-50 все-таки выпустила сонтрек к недавно вышедшему фильму о Барби. И в этой песне присутствует интерполяция песни Джанет Джексон 1997 года выпуска. Вернемся к классике. Про «Fill My Rhythm» Red Velvet я уже рассказывала, а вот про их песню «Birthday» еще нет. В ней можно услышать сэмпл из рапсодии в стиле блюз американского композитора Джорджа Гершвина. Еще одна женская группа, которая уже не в первый раз попадает в мои видео с сэмплами из классической музыки – Крекси. В их треке «Poison Rose» можно услышать фрагмент произведения австрийского композитора Франца Шуберта. Сэмпл из этого произведения также можно услышать в треке «Control» от Ghost Nine. Ну и кое-чего из более старенького, что я упустила. В песне «Last Goodbye» от Акмю используется фрагмент канона Пахельбеля. Бывает такое, когда известную песню можно узнать буквально по одной ноте. Налина от Block B – идеальный пример. В ней использован сэмпл известнейшей песни Джеймса Брауна «I Got You». Ну а в треке «Yayaya» с альбома «Obsession EXO» использован сэмпл из песни «You're the one» R&B группы SWV. Одни из самых интересных сэмплов, на мой взгляд, это фрагменты различных реплик из кино. В прошлом выпуске я упоминала песню «Twice» с подобным сэмплом, а сейчас хочу упомянуть группу «Pixie». В их треке «Natural» можно услышать вот такой сэмпл. Это реплика из очень малоизвестного в наших краях вестерн-фильма «Техасский террор» 1935 года. В треке «Hall of Fame» от Stray Kids была использована реплика астронавта Нила Армстронга, первого человека, ступившего на поверхность Луны. Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для человечества. Похожий сэмпл можно услышать в треке «Universe» от Mamamoo. Это слова австрийского скайдайвера, Феликса Баумгартнера, который он произнес перед тем, как совершить прыжок из стратосферы на землю с высоты в 39 километров в 2012 году. Поговорим немного о цитировании и об отсылках. Наверняка все фанаты Blackpink давно знают об этом, но мне хотелось привести какой-то действительно известный пример. Посмотрите в небо. Это птица? Это самолет? Это знаменитая фраза из вступительных титров телесериала 50-х годов «Приключения Супермена». И полностью она звучит вот так. Она может показаться совершенно рандомной, но в этой отсылке вполне есть логика. Blackpink, как и Супермен, птицы высокого полета, и все смотрят на них снизу вверх с восхищением. Так высоко они находятся. Ну а в их треке «Pink Venom» сразу несколько интерполяций из других знаменитых хип-хоп и R&B треков. Тут тебе и Rihanna, и 50 Cent, и Notorious Big, и даже Taylor Swift. Пусть XG и не причисляют себя к кей-поп-сцене, но я не хочу обходить стороной творчества этой группы. Это моя вечеринка, и я могу плакать, когда захочу. Эта фраза, которая многократно повторяется в их песне «Маскера», является отсылкой к легендарной песне 1963 года «It's my party» американской певицы Лесли Гор. «Это моя вечеринка, хочу и плачу», поет Лесли Гор от лица героини, которую прямо на вечеринке по случаю ее дня рождения бросил парень и нашел себе другую девушку. XG же в свою очередь поют о том, что ради такого парня не стоит плакать и портить свой макияж. Вот такой вот ответ через десятилетие. Эта фраза уже является крылатой, и ее говорят тогда, когда все пошло не по плану. Ну а слышать ее вы могли еще во множестве разных песен, например, у Мелани Мартинес, к которой тоже никто не пришел на день рождения. Даже если вы так и не посмотрели игру в кальмара, вы не могли пропустить ажиотаж, который творился в соцсетях после выхода этой дорамы. Везде были эти сахарные соты, стрижки, как у героини Чон Хайон, косплей на эту куклу и, конечно же, считалочка, которую эта кукла пропевала. Эта фраза переводится как «расцвел цветок гибискуса». А сама игра, по сути, является аналогом нашего «море волнуется раз», «море волнуется два», «море волнуется три», «морская фигура замри». У этой детской игры есть аналоги во всех регионах, просто на разных языках эта считалочка звучит по-разному. Так вот, корейский вариант многократно использовался в различных песнях. Название одного из самых известных хитов группы EXO было позаимствовано из одноименной песни 1959 года американского коллектива Little Anthony and the Imperials. Эта фраза означает танцевальное движение, которое было популярным в 50-х годах прошлого века. Ну а для текста песни EXO она была выбрана из-за ее необычного и запоминающегося звучания. А теперь пришло время сыграть в «Угадай мелодию» или «Угадай песню по сэмплу», если быть точнее. Правила те же. Я показываю сэмпл из какого-нибудь сэмпл-пака, а вы угадываете кей-поп-песню, в которой он был использован. Иногда это может быть сразу две или даже несколько песен. Вы можете ставить видео на паузу, чтобы подумать, но я уверена, что большую часть песен вы угадаете очень быстро. Начнем, пожалуй, с нашего любимого диджея Кашмир и его сэмплов. Ради Оля Вадилия 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 В Сэмплы Кашмир, наверное, никогда не перестанут быть востребованными. Теперь перейдем к сэмплам от других мастеров. Следующую песню я уже добавляла в прошлый выпуск, потому что в ней есть сэмпл от Кашмира, но, как это и бывает в большинстве случаев, одним сэмплом тут не обошлось. Следующий трек мы уже обсуждали в этом выпуске чуть раньше, вы его сразу же угадаете. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Еще один хит, который мы сегодня уже обсуждали. Этот трек просто невозможно не узнать. И в этой песне есть еще один интересный сэмпл. И вот этот сэмпл очень и очень узнаваем. тоже довольно узнаваемая мелодия. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Этот сэмпл можно услышать не только у Stray Kids. И этих девчонок мы сегодня тоже уже вспоминали. И есть сэмплы, которые были использованы уже так много раз, что их, наверное, пора запретить. Например, вот этот саксофон. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Как и в прошлый раз, я дам вам загадку напоследок. Покажу вам сэмпл из одной кей-поп-песни, а вы напишите в комментариях ее название. Ну и, конечно же, расскажите, сколько треков вы угадали. Добавил DimaTorzok Делитесь мнениями в комментариях и обязательно делитесь этим видео. Ну а я прощаюсь с вами до следующего ролика. Пока-пока!